Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Мин, в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о том, где лучше всего обмениваться вещами и делать ставки в киберспорте, так сказать, в доте или в CSGO. Данный сайт называется Dota Lounge. Думаю, многие слышали об этом сайте. Этот сайт очень простой в использовании и я считаю, это один из наилучших сайтов по обмену вещей в Dota 2. Самый безопасный и наилучший. Да, бывают проблемы, конечно, с ним, но это уже такое. На данном сайте вы полностью можете обмениваться, искать вещи, покупать, продавать. Но покупка и продаж уже зависит от того, как вы будете именно продавать. С гарантом или как вы будете сдаваться с человеком, это уже не имеет значения. Прежде всего нужно войти через Steam и у вас, в принципе, будут такие кнопочки. Первая кнопочка это профиль. В данном профиле будут отображаться определенная статистика, сколько вы провели сделок, сообщений, ставок, сколько вы поставили, выиграна ставок, репутация и реферал ссылки и так далее. Далее, мои сделки. В данных сделках вы выставляете лоты, через которые люди находят, если она вас устраивает, они вам пишут, вы договариваетесь с ними и обмениваетесь. Далее, предложение. Предложение это, так сказать, если какой-либо человек выставил лот, по обмену вы, там написали, он вам ответил, то сообщение придет вам сюда. Дальше, мои ставки. Мои ставки, это, так сказать, вы, допустим, тут есть ставки, да, заходите сюда, там, жмете на команду, делаете ставку. К вам добавляется бот, это раньше было сейчас, обновленная. Если вам приходит сюда на обмен, вы соглашаетесь, передаете вещи боту. После этого они у вас будут отображаться тут, какие вещи вы поставили. И все. Если вы выиграли ставку, все зависит от коэффициента, который, ну вот, вы можете посмотреть, за какую-либо вы поставили команду, и тут коэффициент за одну вещь, сколько вы получите, да. Ну и поиск, поиск, это, так сказать, поиск вещей и так далее. Ну и самая последняя кнопочка, добавить сделку, то есть выбирать такую-то, допустим, сделку, а такую-то. Там пишите, там... Написали сообщение, да, что вы там требуете и так далее. Вот, но после того, как, я хочу добавить, после того, как в CSGO ввели скины на оружие, то разработчики Dota 2 Lounge решили сделать CSGO Lounge. Это практически то же самое, только чуть-чуть другое, именно в сторону CSGO. Также вы тут можете обмениваться скинами, также делать ставки, обмениваться, все то же самое. В принципе, ставки нету такого, что вещи вам не вернут и так далее. Может быть такое, что временно боты не могут подключиться к Steam и так далее, такие мелкие проблемы. Но вещи вам могут вернуть. Вернут вам стопроцентно, если вы там выиграли ставку, вам их вернут, покажут, что вы выиграли. Вот, допустим, через 40 минут будет матч на 3D Max. Допустим, мы сделаем ставку. Видим, что коэффициент выигрыша, то есть 0,3. Сейчас я вспомню, что это за фигня 0,3. Штуки вещей за одну. Ну и так, давайте сделаем... Ну, я сделаю на Na'Vi. Можно на 3D Max сделать. То есть за одну вещь я получу 3, если выиграет 3D Max. Я не уверен, я сделаю пару... Ага. Так. Выбираем команду и теперь ставим оружие. Давайте... Я много не буду ставить, так как я... Нет у меня ещё хороших вещей. Итак, сделать ставку. Ждём. Видите, появился код защиты, какой будет добавиться с каким ником и так далее. То есть ждём предложения. Вот, видите, пришёл обмен. Ответить на предложение. Нажимаем «Отвердить обмен» и... Так. Какие-либо, видите, проблемы в стиме. Что-то бывает бесит. Конечно, ну ладно. У меня ничего не работает. Вот это стим любит такое делать. Ещё раз попробуем. В общем, не... Почему-то... Не сработал обмен. Ну ладно. В принципе, то, что я хотел, я показал, вам рассказал. И бывают, возникают некоторые вопросы. А вообще, я хочу посоветовать людям, те, у кого, допустим, много вещей. И... В принципе, очень классные, дорогие вещи, да. Я хочу сказать вам одно, ребят. Будьте аккуратнее, потому что в стиме очень много людей добавляется, как бы вам кидают фишинг ссылки и угоняют ваш аккаунт. По данной ситуации я делал видео. Я объяснял, как избегать такой ситуации. Лучше всего, прежде всего, если вам в стиме, в чате кидают какой-либо человек ссылку, да. То прежде всего просмотрите её внимательно. То есть, одна заменённая буква и всё. Вы переходите, ваш аккаунт просто угоняет, вытягивая с вашего браузера данные. Все. И просто печально то, что... Есть, конечно, маленький процент того, что ваши вещи не вернут и так далее. Но... Если вы знаете все данные от аккаунта и так далее, то всё будет, в принципе, в порядке. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.